друзья мои смотрите что приехала это у нас оригинальный от mazda 5 очень сложно найти такую вещь и достаточно дорогое устройство совсем барахлом но бы ушечка конечно сейчас попробуем как она станет я нашел руководство решил сразу поменять болты так как вот эти болты у нас заржавели вот они их выселил там ничего не стоит поставить вот идеально идеально и большой болт который крепит всю эту требуху тоже поменял все почистил осталось разобраться с вот этим вот всем и будем тестить так друзья мы разбираемся проводка наша с вами на самом деле сложного ничего нет нет у нас с вами мазовский блок согласования все просто это основной жгут который идет на розетку давайте наверно начнем досневой начнем розеточка 13 пиновая и цельный жгут его смотал значит помимо этого жгута у нас есть два вот таких вот разъема вот один маленький вы его не будете знать куда вот и вот эти два провода это у нас используется для контроля отключения датчиков парковки случае если они будут реагировать на трейлер это из вас родные датчики вы можете подключить здесь же с этого жгута выходят три провода два больших и один маленький вот он мастер еще это три минуса и цепляем мы на землю на ноль также с этого большого жгута могут выходить вот такие два разъема это два плюса это так называемый контакт вот и подписал плюс 30 плюс 15 эти контакты используются если вы подключаете автодом либо автохолодильник который требует постоянной подачи питания это постоянный контакт на аккумулятор вешается вот значит с этим разобрались следующие вас будет идти провод вот такой двойной это наш с вами плюс он объединен в один контакт здесь уже я подсоединю переходничок у нас с вами предохранитель по моему 15 амперный так и так как у меня срезана с машины проводка бушная вы видите она была подключена непосредственно к прикуривателю этот прикуриватель и разъемчик задний прикуриватель у нас ходе находится слева багажнике мы будем подключать точно также пока не откусывал для того чтобы знать что куда подключать и вам показать так также можно туда запитать вот эти принципе плюсы если вы хотите использовать по моему 12 13 пин на розетке если я не ошибаюсь поехали дальше второй большой жгут у вас идет тоже сложного в принципе ничего нету это у нас с вами левый поворот мы подключаем в разрыв то есть разъединяем наш разной поворот и вставляем это в разрыв вот вот этот провод это наш с вами правый поворот на левом повороте у нас с вами будет еще дополнительный провод с тремя проводками показываю вам наглядно вот этот задний ход вы видите да какого цвета провода выходит вот он подключен к синему серый подключен у нас к красно-белому и вот этот красно-желтый подключен к красно-белому то есть вы должны понимать вот он пришел ушел сюда и обратно пошел в машину подключается в разрыв это контакты той ламп габаритных огней ну и последнее что у нас с вами остается это пищалочка тут не перепутайте вот над нее в принципе разъемчик в принципе сложного вообще ничего за исключением вот ограничения парктроника не знаю как сделать парктроник у меня не родной надо будет когда все подключиться мультиметром прозвонить и посмотреть где какой плюс может быть просто отключить плюс вот парктроника и подать его через вот этот блок друзья первая примерка смотрим что куда подходит не подходит вот так примерно это выглядит еще ничего не меряли не смотрели ждем еще обломанный ключик и решили приготовить две пластины которыми мы укрепим наши с вами лонжероны прихватим с обратной стороны вот и наш с вами ключик пришел хорошая контора можно заказать любую точку мира лишь подбирается по последней цифре последним двум цифрам замка и серии ссылки в описании итак друзья мои форкопы detachable так называемый выглядит эта фигня вот так ключик пришел нам ну не оригинальный понятное дело но как это делать защелкивается он элементарно ведь все он стал на место защелкнул теперь для того чтобы его отстегнуть нужно потянуть ручку провернуть только тогда можно то есть когда у вас красненькая выходит на зеленую линию тогда вы можете его снять остановится он смотрите сейчас защелкнуть все лишь повернули закрыли и до свидос сейчас наша задача его он смазанный шарики когда замок поднимается шарики распираются внутри коннектора и он фиксируется наша задача его немножко почистить убрать ржавчину так он принципе смазанный и будем ставить его на нашу с вами машину друзья мои наша штучка пшик на украской ну точнее это назвать типоизоляции вот 2 дырочки делал сам потому что только в европейцах они предусмотрены вот это наши усилительные пластины расстояние между центрами дырок ровно 20 сантиметров дальняя дырка на пол сантиметра выше вот собственно говоря и все сейчас докручу стану покажу вот так это у нас выглядит внутри сейчас продумаем опилки вторые тут чуть больше 100 пластины не стал все сейчас устанавливаем балку вот так это у нас выглядит вместо нашего родного усилителя стал вот этот так и теперь нужно наметить и будем ставить бампер вот она наша дырочка вот она заглушка сюда будем пропускать провода вот так вот так сейчас это подожмется доставить розетка шикарно с этой стороны это выглядит вот таким образом дырку я не стал вырезать под ключик чтобы бампер не резать максимально бампера ставили целых и мы можем видеть наш крючок что будет в принципе удобно для того чтобы цеплять трейлер друзья мои ну так это все выглядит еще не собрал не примотал вот но по поводу подключения подключается все в разъемы значит разъем чтобы вы знали у вас разъемчик вот здесь стоит поворотника и примерно на том же расстоянии он стоит с обратной стороны то есть правой вы можете если вы снимаете вот эту панель полностью вас проблемы нет вот здесь под подстаканником идет толстый жгут в котором вам нужно найти два провода один вот такой это задний ход я его взял вот здесь вот здесь идет еще один живут прямо на задней ну большой жгут и в нем я взял вот этот провод и красно-белый провод который нужно разрезать либо который нужно которому нужно подключиться это сигнальные огни наши с вами он его можно найти вот здесь и его можно найти вот здесь фишка пойдет вы увидите от фишки пойдут три или четыре провода пойдут на нашу с вами фару вот собственно и все подключение то есть все становится в разъемы вот вот этот у нас плюс предохранителем он у нас , вот розетки а вот это вот наши с вами земля , вот здесь вот прикручен болтик которому притянуты на эти все контакты времени не было это все заснять быстро и холодно поэтому я побоялся эту панель снимать чтобы она не лопнула поэтому поднял подлез все подключил как вы могли видеть все работает ну а выглядит это вот такие вот образ и осталось проверить соль и работает розетка у нас подключена можно ездить то можно американская на нее существует только два вида американских фаркопов вот и я не был уверен что европейские фаркопы с Mazda 5 на нее подойдут но как оказалось все не так сложно вот такие два фаркопа вы видите на экране американские как это выглядит снизу а еще вот такая штучка мне попалась на просторах интернета кто бы подсказал где купить потому что на сайте на котором я нашел она стоит 28 долларов вот друзья подписывайтесь ставьте лайки прибудут с вами прямые руки всего вам хорошего пока а и 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